Накануне Международного дня музеев ГОСТИВ Александр Викторович Генеральный директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля Родился 10 сентября 1977 года в Гомеле Закончил ГГТУ имени Павла Сухого и Белорусский государственный университет культуры и искусств С 2001 года работал на различных должностях в городском центре культуры С 2008 по 2011 год был заместителем директора Гомельской областной филармонии Затем около двух лет возглавлял дворец культуры Белецкий В октябре 2013 года назначен на должность генерального директора Гомельского дворцово-паркового ансамбля Александр Гостев более 15 лет является лидером и автором песен группы «Городская тоска» Композиция «Беларусь вперед» одобрена Федерацией хоккея Республики Беларусь и звучит на турнирах с участием национальной сборной На вопросы, которые касаются деятельности Гомельского дворцово-паркового ансамбля прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45 Здравствуйте, Александр Викторович Здравствуйте, Ольга Здравствуйте, уважаемые телезрители Александр Викторович, я поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником Международным днем музеев Спасибо Который будет отмечаться 18 мая Скажите, пожалуйста, вот около полутора лет назад Вы возглавили одно из самых любимых жителями региона учреждений культуры Одно из самых известных и разноплановых А что больше всего любите в своей работе? В своей работе люблю больше всего созидание Это получать обратный эффект от посетителей И в результате нашей деятельности То, что мы создали или мероприятие, или создали выставочный проект Отреставрировали что-то, какой-то объект Что-то новое сделали И когда мы видим, что посетителю это понравилось Видим эмоции на лицах, в разговорах, в интернете И от этого мы получаем тоже удовольствие Что наша работа принесла пользу Хотя бы на мгновение Нашим уважаемым посетителям Дворцового парка в ансамбле А еще, мне кажется, у вас самый красивый вид из окна рабочего кабинета Ну, вид... Можно поспорить Может, вид в сторону реки Сож еще и красивее Ну, пускай будет так Скажите, те планы, которые вы для себя определили Когда только пришли на эту должность Удалось ли их реализовать уже как-то на практике? Ну, конечно же, первоначальные планы мы уже реализовали Несмотря на сбой в отрезке времени Потому что были внешние факторы, которые мешали воплощать наши планы Но сейчас планы уже в результате вот этих полтора года работы Пошли далеко вперед и уже спланированы на пять лет дальше Поэтому будем их реализовывать в будущем Чем больше делаешь, тем больше возникает еще нылых идей Да, параллельных планов Я думаю, что все со мной согласятся Парк наш только краше с каждым годом Остались еще какие-то нереализованные идеи о том, как его благоустраивать дальше? Конечно же, остались и были Поэтому я и говорю, что как минимум пять лет надо на восстановление всех объектов Которые находятся на территории Дворцового парка в ансамбле Это восстановление старых объектов Но также мы создаем еще новые объекты И новые выставочные проекты и так далее Поэтому очень много планов, очень много работы И больше половины то, что сделано, нам еще предстоит сделать Но надо еще восстанавливать то, что уже постепенно тоже начинает со временем приходить в негодность Поэтому постоянно работать нужно днем и ночью, чтобы поддерживать в нормальном, хорошем, красивом состоянии наш парк А что-то изменить в нем планируете? Вы знаете, что что-то изменить лучше не надо Менять, потому что тут лучше не навредить Надо очень аккуратно подходить к новым объектам, которые появляются на территории Дворцового парка в ансамбле Поэтому первоначально задача восстановить то старое, которое было И которого сейчас не хватает Вот это основная задача, над которой мы работаем Концепции свои менять пока парк не будет в ближайшее время В 2007 году была определена правильная концепция, я считаю, восстановление парка 19 века Как он был при князях Паскевичей И по этому пути мы и движемся, восстанавливаем все объекты, которые в данный момент не работают Для нашей традиционной рубрики есть мнение В этот раз мы выбрали вопрос Должен ли быть платным вход в парк? Давайте посмотрим Достояние народа, зачем это оплата? Я бы считал, не нужным В принципе, я считаю, что нужно, поскольку это может сократить беспредел довольно-таки Например, такое понятие, как мусорить в парке, это действительно безответственность И взымая плату, можно хоть как-то заставить людей думать об окружающей среде хоть чуть-чуть Ну, поскольку взяли деньги, значит, какая-то ответственность на мне лежит То есть я здесь сюда пришел, чтобы наслаждаться природой, а не мусорить Вход в парк должен быть свободным, потому что это место для того, чтобы отдыхать И платить за то, что ты отдыхаешь, это глупо Тот, кто может оказать помощь спонсорскую, конечно, это полезно было бы Но чтобы с каждого посетителя нежелательно Я считаю, что вход должен быть бесплатным Люди должны любоваться этой красотой, которая создана здесь природой и людьми, поддерживается все время Только следить больше за тем, что люди мусорят, контролировать этот процесс 20 копеек платили когда-то, а теперь бесплатно мы ходим, любуемся красотой Посещаем музеи, все это большое значение А парк наш красивый же все-таки Так что я считаю, что небольшую плату Даже если бы эта плата была у входа в парк Мне кажется, вот это более правильно даже было Ходишь в парк, заплати и иди себе, пожалуйста Я считаю, нет, потому что, посмотрите, в основном тут дети с колясочками Мамы гуляют Ну, по-моему, это не стоит делать Мое такое мнение Здесь двоякое решение Значит, парк нужно содержать Поэтому какие-то средства нужны В бюджете все сложнее и сложнее, значит, находить хотя бы даже вот эти небольшие суммы С другой стороны, есть опасность, что люди перестанут посещать То есть, ну, действительно, плата нужна, но, видимо, такая посильная И нужно будет объяснять народу То есть общаться и говорить, что товарищи, это не то, что мы вас хотим Чтобы вы не посещали или как-то ужать ваши права А для того, чтобы наш парк продолжал быть вот таким цветущим, красивым То есть власть должна с народом общаться Вот для того, чтобы не вызывало протеста, не вызывало негатива Нужно каждое вот такое решение объяснять народу Мне так кажется А платить по сильную плату надо Александр Викторович, эта тема внесения платы за посещение парка Уже давно была вынесена на народное обсуждение Скажите, пожалуйста, а какая у вас точка зрения по этому вопросу? Ну, правильно, что она вынесена на всенародное обсуждение Вот видно, что женщина говорит, что нужно объяснять Зачем вообще это обсуждаем, для чего это все делается Моя точка зрения, что в данный момент, конечно, об этом говорить очень рано Потому что сам парк еще не оборудован Чтобы был какой-то вход центральный Вся территория не закольцована, чтобы его делать платным Если его делать, то, может быть, надо думать Какие варианты могут быть оплаты По желанию, скорее всего Конечно же, с пенсионеров вообще об этом И там с детей брать деньги за вход в парк Нету вообще об этом, даже говорить не надо Поэтому это вопрос обсуждений и дальнейшей перспективы Которые именно общественно надо решать Дорогие друзья, мы хотели бы сегодня услышать и ваше мнение Присоединяйтесь, пожалуйста, к диалогу 77 68 45 Номер телефона прямого эфира Мне кажется справедливым накануне Международного дня музеев Рассказать о сотрудниках одного из самых авторитетных музейных учреждений Беларуси Я знаю, что у вас подобралась уникальная команда Людей увлеченных, сплоченных, очень образованных И от команды телерадио компании Гомель хочу им сказать огромное спасибо За готовность к сотрудничеству, за открытость, за компетентность И я думаю, что сегодня будет очень приятно услышать от вас Поделитесь успехами вашей команды Да, у нас великолепная команда, сплощенная Которая не первый год, даже не первое десятилетие Работает таким цельным коллективом Где есть все, и опыт, и молодость Поэтому это помогает достигать результаты И быть на уровне республики на первых местах Именно по музейной деятельности Труды эти команды ценят и в Министерстве культуры И другие учреждения республики Поэтому я сам горжусь, что работаю с такой командой И с ней очень легко работать Потому что сразу все подхватывают И дополняют, и выполняют И все на самом высоком уровне получается у нас Хочу отметить, что на последнем музейном форуме Втором национальном музейном форуме Который прошел в 2014 году Как раз была отмечена наша команда В лице мужа и жены Литвиновых Татьяны Федоровны и Владимира Адамовича Которых стаж на двоих состоял 73 года И им был вручен диплом за верность профессии Такого прецедента в республике нет Всегда в любых конкурсах вы На первых строчках И в творческих И в научных каких-то форумах И я даже сам этот форум Который приехал в Гомель в минувшем году Музей Беларуси Собственно и приехал благодаря заслугам Дворцово-паркового ансамбля Который получил на предыдущем форуме Гран-при Да, можно сказать, что мы его привезли к нам в Гомель И гомельчане смогли увидеть Одновременно более 100 музеев Которые представили свои экспозиции В Манеже Динамо И работали на протяжении двух дней Там различные были интерактивные программы Музеи не только из Беларуси Россия, Украины, Литвы Поэтому Словакия Поэтому подарили возможность Гомельчанам прикоснуться Ко всем музеям нашей страны Потому что не каждый может позволить себе Посетить все музеи Я уверена, что впереди у вас не менее Громкие и значимые яркие победы И успехи В минувшие выходные страна отмечала 70-летний юбилей Великой Победы Дворцово-парковый ансамбль и телерадиокомпания Огомель организовали совместную акцию Под названием Место встречи «Старый парк» Постарались создать атмосферу Послевоенных годов Парка прошлого Как с вами делились? Какими впечатлениями гости и участники этой акции Удалось ли им погрузиться в атмосферу минувшего? Хочу сказать, что мероприятие удалось на 100% Наши ожидания были даже меньше, чем получилось на самом деле Народу очень понравилось Я думал изначально, что и на тематика советских времен 80-х, более старшее поколение это одобрит и им понравится Молодежь к этому относится не так серьезно Но на мероприятии увидел реакцию молодых людей Которые исполняли песни тех лет Участвовали в конкурсах Фотографировались на баннерах старого парка Ну вообще, видно, что им эта идея очень понравилась И они принимали активное участие И уходили очень радостными и довольными самим мероприятием Я считаю, что это одно из лучших мероприятий в нашем городе И тоже оно прозвучало во всей республике Как таким креативным, интересным Именно приуроченным к 70-летию победой Потому что победа, а после этого те же военные, которые победили Они строили, создавали заново этот же парк Создавали мирную жизнь, отстраивали здания И поэтому тоже была своего рода война За дальнейшее процветание нашего народа Постарались вы и зрелищную часть организовать В какой-то момент реконструкции тех событий И музыкальную сопроводить это все еще и популярными мелодиями Ну, с помощью телерадиокомпании «Гомель» Нам удалось отобрать лучшие коллективы молодых исполнителей Которые исполнили композиции тех лет Напомню, что сама идея названия «Место встречи Старый парк» Нам навеяла композиция Клавдии Шульженко С одноименной песней «Я люблю тебя, мой Старый парк» Которую она посвятила нашему Гомельскому парку Поэтому именно из этой песни родилось все это мероприятие Александр Викторович, вы сами гомельчанин Вы хорошо помните, каким был парк времен вашего детства? Конечно, помню парк В своем детстве я по-другому смотрел на парк Часно оцениваю вообще Конечно, я вижу всякие нюансы, которые на территории хотелось бы изменить Тогда это ничего не замечалось Просто я гордился, что в моем городе есть такое чудесное место Куда я привозил гостей Хотелось показать и испытывал гордость за то, что я показываю наш парк Который считался тогда лучшим в Советском Союзе Я помню даже своего дедушку, который приезжал ко мне в гости на 9 мая И мы сразу и шли в парк вместе смотреть достопримечательности Ну и вот как раз уже в ближайшую пятницу всех ценителей искусства ждет очередное путешествие В прошлое по волнам нашей памяти Для традиционной акции «Ночь музеев» готовится новая программа под названием «Звуки времени» Расскажите, пожалуйста, о том, как появилась эта идея Да, «Звуки времени» – это такой оригинальный музыкально-выставочный проект Ну, сейчас вообще такая тенденция в Европе показывать не просто выставки А еще придумывать какие-то интерактивные движения вокруг или внутри этой выставки Музыкальные сопровождения, видео Поэтому мы решили сделать этот проект Наши все выставочные залы Оформить именно в музыкальном сопровождении В стиле музыки времен тех предметов, которые находятся в этом зале Времен существования этих предметов и их создания Поэтому в каждый зал будет представлен различным музыкальным оформлением Начиная от каких-то древних инструментов из глины И заканчивая современным диджеем, молодежным искусством И классика, все виды музыки будут представлены во дворце Может быть, назовете несколько имен, кто из творческих людей и коллективов решили вас поддержать в этот день? Ну, это знаменитый диджей, диджей Аля Потом такая группа легендарная белорусская Драмэкстази Которая будет впервые выступать на открытой площадке в Гомеле Шоу барабанщиков Лирица будет выступать у нас Потом у нас будет конкурс проводиться Угадай мелодию в рамках выставки Сами посетители могут поучаствовать в музыкальных конкурсах Ну и многое-многое другое Найдется занятие для представителей всех возрастных категорий И для молодежи, и для более старших гомельчан Да, у нас одновременно в рамках «Ночи музеев» будет открыто сразу четыре выставочных проекта Первый – это «Часы в интерьере» времен Наполеона III Первая выставка, которая представится «Ночи музеев» откроется Потом «А музыка звучит» Это выставка, где будут выставлены различные музыкальные инструменты От профессиональных до любительских И будут также инструменты знаменитых легендарных белорусских исполнителей Будет представлена гитара Владимира Мулявина Впервые в Гомеле Которую нам передали в Белгоспеоармонии Специально для проекта «Ночь музея» И, кстати, после «Ночи музеев» гитара у нас будет находиться Поэтому, кто не успеет, 15 мая, всех ждем в течение мая посмотреть эту выставку А выставка нам песня «Жить и строить помогает» Это тоже послевоенное время В продолжении, допустим, парка нашего, да, воссоздания парка 80-х Выставка, живописная выставка гомельских художников Где запечатлен Гомель в восстановительный период, послевоенный И на этой выставке как раз будет проводиться конкурс «Угадай мелодию» Который будет проводить ведущий, вернее, участник брейеринга Климович Также выставка еще одна интересная Которая называется «Граммофон-патифон-магнитофон» Это выставка звукопроизводящих предметов Магнитофонов, патифонов Начиная от времен группы «Битлз» И заканчивая современным хип-хопом, джазом Тоже интересные афиши различные будут Начало 30-х, 40-х, 50-х годов музыкальных Все будет представлено на этой выставке И сама музыкальная атмосфера соответствующая Кстати, только надеемся, что дождик капризная Весенняя погода не задержит меломанов в этот вечер дома Ну, хочу сказать про дождик Обычно на ночь музеев идет дождь Скажем так, последние пять ночи музеев всегда ишел дождь А последняя так вообще была гроза Но это не мешает посетителям все-таки устремиться во дворец Участвовать во всех движениях Если в том году был дождь и ливень То даже на территории у нас были и танцы, и музыка И народ не расходился В этом году мы все ориентировали на пантусе Перед дворцом и во дворце Поэтому, если даже пойдет дождь Я думаю, он нам не помешает Во дворце будет очень интересно Спасибо, у нас есть телефонный звонок Здравствуйте, мы слушаем вас Алло, это уже там дождь? Здравствуйте, да, мы с вами разговариваем Пожалуйста, задавайте ваш вопрос в эфире Здравствуйте, меня зовут Оксана У меня такой вопрос Алло, здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Оксана Очень приятно У меня такой вопрос Скажите, пожалуйста, не хотите ли вы возродить водопад, который был раньше моста над летажьим прудом? Если вы помните свое детство, там лежали трубы, из них стекала водичка струйками прямо в летажий пруд Спасибо, Оксана, за звонок Но когда начали проводить раскопки, работы, именно уже по устройству фонтана, то там были найдены останки захоронений И причем эти останки датировались 11-10 веками Это, скорее всего, было старинное кладбище еще до самого появления города Гомеля Поэтому принято решение было не ставить на этом месте фонтан, не возрождать его, а поставить знаковый камень с надписью «В память нашим предкам» И этот камень сейчас на этом месте стоит, если можете подойти, почитать всю информацию Поэтому, я же говорю, чтобы в парке что-то восстанавливать, не все так просто Тут надо покопаться в истории, чтобы не нарушить и соблюсти все нюансы Спасибо большое за такой подробный ответ Накануне нашей встречи корреспонденты диалога побывали во Дворцово-парковом ансамбле, поделились своими впечатлениями Давайте посмотрим сюжет Понедельник, 11 мая, 10 часов утра После праздничных выходных на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля непривычно тихо На аллеях редкие прохожие, на скамейках молодые мамы с детьми Заложенный еще в 18 веке, сегодня парк – одно из любимых мест отдыха гомельчан всех возрастов 1 мая он пополнился новой скульптурной композицией «Прогулка с борзыми» По сути, это неофициальный памятник последнему гомельскому князю Почетному гражданину города еще с 1888 года – Федору Ивановичу Паскевичу Который, как известно, увлекался охотой Кстати, гомельский парк, наверное, единственное место в Беларуси, где находятся реальные захоронения борзых – лорда и марка Одно из них датируется 1903 годом, второе – 1910 Вероятнее всего, это были уже любимцы последней гомельской княгини Ирины Паскевич По воспоминаниям старожилов, иногда ее можно было увидеть на аллеях парка вместе с питомцами Прогуливалась иногда по аллеям парка женщина, которая была одета во все темно, такая вот хрупкая И по бокам от нее шли, бежали две именно русские борзые Потому что, наверное, это не случайно, потому что в дворянских усадьбах, как правило, культивировали породы русские Ну, знаете, орловские, рысаки, там русские породы, русские вот эти борзые Я не знаю, как сегодня обстоит ситуация вот именно с этими породами собак Но мне кажется, их у нас в Гомеле, наверное, не больше, чем на набережной Хотя гомельский парк – не только место для прогулок В первую очередь дворцово-парковый ансамбль – историко-культурное учреждение По этой причине, кстати, его работники категорически против отдыха гомельчан на траве и фотографирования на газонах возле цветов Тем более, что посетителей здесь немало Только музей в прошлом году посетили более 300 тысяч человек В этом году цифра может увеличиться Сегодня ведется большая работа по привлечению туристов Здесь мы очень плотно сотрудничаем с различными туристическими организациями Буквально по всем регионам Это и Гродненская, и Минская область Мы каждый год презентуем свои услуги И спектр тех услуг, которые мы оказываем населению, и в том числе туристам Мы анонсируем это на туристических ярмарках, которые проходят в Минске Но вот в этом году мы, наверное, первый раз за последнее время не поехали в Москву У музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля непростая история Начиная с 1919 года в результате неоднократных распродаж и передач различным организациям дворцового имущества Были безвозвратно утрачены произведения искусства, мебель, предметы быта Большой урон нанесли коллекции в годы Великой Отечественной войны В 1941-м музейные ценности были вывезены, а в июне 1946-го возвращены в Гомель Однако из эвакуированных предметов осталось около 200 экспонатов Хотя в довоенное время в фондах Гомельского музея их насчитывалось 7540 За последнее время коллектив музея провел несколько акций В рамках которых гомельчане принесли немало вещей до и после революционного периода Это могут быть фотографии дореволюционные Нас, конечно, привлекают в наше внимание те фотографии, которые сделаны в наших фотоателье А их было немало в Гомеле в дореволюционный период Это предметы фарфора, потому что когда-то в Гомеле тоже, как и в других городах Существовали магазины по продаже кузнецовского фарфора И поэтому люди покупали, вот мы сейчас пользуемся там чаще всего, наверное, добрусским фарфором Там других производств фарфором Это те предметы, которые сопровождали людей по жизни Это прежде всего там чайные сервизы, кофейные сервизы Но порой до нашего времени от сервиза оставалось совсем мало предметов Там чашка с блюдцем или еще что-то, тарелка Сегодня в музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля насчитывается более 160 тысяч, говоря по-научному, единиц хранения Что позволяет проводить самые разнообразные выставки У администрации учреждения вообще большие планы Для привлечения туристов в прошлом году здесь ввели так называемый единый билет По которому можно посетить все действующие объекты ансамбля Причем вскоре к ним должны добавиться еще несколько В том числе усыпальница и реконструированная башня обозрения Вы смотрите диалог у нас гостя генеральный директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля Александр Гостев И мы принимаем в студии прямого эфира очередной телефонный звонок Здравствуйте Здравствуйте Вот звонит гадета Михаил Иванович Как бы решить вопрос положительно Курение в парке процветает прямо На скамейках, везде, на летней эстраде Невозможно сесть на скамеечку, потому что сурный так вонит табачным дымом Что и хочется поискать другое место В других парках, вот в Минске знаю, у многих запрещено курение Как бы этот вопрос решить в Минске, в нашем любимом парке? Спасибо Александр Викторович, как Вы относитесь к курению в парке? Ну, конечно же, отрицательно Я и сам не курю И мы с этим на самом деле боремся, но у нас не хватает сил Потому что вообще городок аттракционов у нас объявлен зоной для некурящих Там даже есть таблички такие И в правилах посещения парка тоже у нас курение запрещено И курение, и движение на велосипедах, самокатах И хождение по газонам Все это не наносит пользу парку Поэтому со всем этим мы боремся Но тут, конечно, нужны более активные меры, которые должна предполагать милиция Поэтому мы обращаемся и совместно работаем И выявляем, и пытаемся разговаривать Но усилий не хватает Поэтому обращаюсь к милиции, чтобы как-то активнее проводить беседы С этими, со всеми нарушениями на территории 20-го парка в ансамбле Нужно внимание более пристально правоохранительных органов для решения этой проблемы И также есть же люди, которые сочувствуют и парку Участвуют, вот именно замечают все это дело Они тоже могут говорить об этом и подходить к людям Показывать на табличке Ну, наверное, боятся и на конфликты нарваться в такой ситуации Хотя аккуратно же можно говорить Сам лично подхожу и молодым людям говорю Процентов 90% все принимают это как должно И уходят с места там лекурения Или слазят с велосипеда, начинают его катить Но некоторые, да, говорят, где это написано Покажите нам, докажите, почему нельзя Ну, вступают в какие-то прения Поэтому с этим нужно работать, постоянно об этом говорить И воспитывать культуру поведения в общественных местах Постепенно, я думаю, мы придем к тому, чему мы идем Но я думаю, что в определенном смысле уже результат налицо Потому что уже не, не дай бог, спиртных напитков, не семечек, шелухи нет По крайней мере, да, уже не садятся на скамейки, не распивают спиртные напитки Да, и мусора нет Такого уже почти нету С мусором тоже проблем меньше уже Все-таки стараются попасть в урны, да Ну, вот велосипеды, курение и хождение по газонам Вот эти вещи остались И их мы пока не искоренили Хорошо, давайте продолжим наш разговор О музее Дворцевого паркового ансамбля Один из старейших, один из самых авторитетных в Беларуси Какими экспонатами вы хотели бы пополнить его коллекцию? Но пока еще не получается Ну, конечно, нам интересно все, что касается бывших владельцев гомельского имения Все, что связано с Румянцевыми, с Петровым Александровичем, с Николаем Петровичем и Паскевичем Последними владельцами, поэтому любой предмет, который связан с владельцами, нам интересен И мы готовы его приобрести, готовы его принять в дар, чтобы он был в нашем музее Потому что это основное наше достояние Это бывшие владельцы, которые это дело создали, сохранили и нам передали И мы эти предметы отыщем и работаем и с коллекционерами на различных форумах, на аукционах Поэтому и есть реальные результаты работы, проделанные В том году мы приобрели две гравюры Одна с Петром Румянцевым-Задунайским, гравюра И вторая с фельдмаршалом Паскевичем Гравюры немецких художников, которые сейчас можно увидеть в наших постоянных экспозициях Также мы приобрели мебель различную, мебель 19-го, конца 18-го века Которая тоже представлена в экспозиции Телефон и настольная лампа, которая, по легенде, находилась во дворце У последних владельцев, у Паскевича, тоже приобрели Ну и вообще много предметов приобретаем, которые вообще-таки краеведческого характера носят Надеемся, что мы организуем областной краеведческий музей Куда эти предметы потом можно выставить на постоянные экспозиции А пока они используются только во временных выставках, тематических Спасибо большое Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя Здравствуйте Добрый вечер Мы слушаем вас Я вот хочу поинтересоваться про вторую половину парковой зоны Там вот есть много аттракционов для детей Будут ли какие-то новые безопасные виды аттракционов И будет ли расширена эта площадка Потому что количество жителей растет, детей очень много И хочется что-то по этому поводу услышать Спасибо, мы ждали этого вопроса Александр Викторович Да, хочу напомнить, что дворцовый парковый ансамбль Это одновременно и историко-культурная ценность И ботанический памятник природы республиканского значения И поэтому расширение зоны городка Он уже граничит с ботаническим памятником природы Где произрастают наиболее редкие деревья, кустарники Поэтому в сторону парка, дворца уже расширение невозможно Городка аттракционов В сторону города тоже там есть свои сложности Поэтому модернизация возможна именно только внутри этой территории Которая уже обозначена Также сейчас мы вот Небольшие аттракционы Такие для детей До 10 лет Мы их вынесли на новую набережную Тем самым и расширили этот городок аттракционов Где можно детей покатать на машинках различных На новой набережной Также выставка голубей сейчас там представлена Расширили за счет новой набережной Насколько удается обновлять парк аттракционов? Дорогое это удовольствие? Парк аттракционов У нас сейчас там находятся два субъекта Которые этим занимаются Два независимых субъекта И в принципе за последний год Парк обновился на процентов 40 Колесо обозрения появилось Вот в этом году Еще один аттракцион открылся Поэтому возможно только Еще замена Там пару аттракционов Которые уже видно Что они немножко морально устарели Возможно их замена В ближайшее время Но что-то новое оставить уже Просто некуда Да Сколько человек прокатилось на колесе обозрения За практически год его работы? Так почитать тяжело Данных таких нету Билеты же продаются? Да, билеты Но это коммерческая тайна Скорее всего Того субъекта Кому принадлежит это колесо Но по данным Что если Во-первых У нас Кто посещает городок отрадиционных Он хотя бы один раз Хочет прокатиться на колесе обозрения Конечно Это стала такая традиция И поэтому По тому темпу Которому посещают сейчас колесо В течение шести лет Оно должно окупиться Вот только такие данные Могу вам привести Понятно То есть еще пять лет Оно должно проработать в таком режиме Активно проработать в режиме Скажите пожалуйста Какие выставки Какие объекты Пользовались наибольшим интересом У посетителей И у туристов За минувший год Дворец Конечно же Это самый посещаемый объект Который всегда пользуется спросом Также зимний сад Тоже всегда интересен Особенно зимой Когда Когда так не хватает Когда снег Да Слежего и зеленого Можно окунуться В тропические такие Атмосферу А выставки? Выставки В этом году Новогодняя у нас была выставка Новогодних украшений 19 века Очень пользовалась спросом В рамках этой выставки Мы проводили мастер-класс По росписи елочных шаров Это была отдельная услуга Каждый покупал Пуститель шарик Белого цвета И сам мог Под руководством специалиста Декоративно-народного творчества Нанести рисунок И потом забрать себе этот шар Как бы изготовлен Своими руками Эта выставка была Очень интересна И пользовалась спросом Потом выставка была У нас Совместно С национальным историческим музеем Это Беларусь в первой Мировой войне Тоже интересный проект Такого Можно смело говорить Европейского уровня Сделана под ноль С новым оборудованием С интерактивом Тоже у школьников Пользовалась спросом Эта выставка Обычно мы всегда Держим выставочный проект Для детей Это у нас была Планета динозавров Выставка представленная Санкт-Петербургским музеем Восковых фигур Она уже закончила Своё действие Но тоже Пользовалась спросом И вот недавно У нас ещё одна выставка Открылась Экзотических животных Тоже сейчас В рейтинге Она номер один Пользовалась спросом У детей И взрослых Причём Люди ходят Уже на неё Не по одному Разу А по несколько Потому что Там у нас Проживают некоторые животные Типа крокодила Он растёт Каждую неделю Немножко Вырастает И поэтому люди Уже заботятся о нём И приходят посмотреть Насколько он вырос Как он у него аппетит Поинтересовался Самочувствием И его жизнью Скажите пожалуйста Предложение для потенциальных инвесторов Есть у дворцового парка В ансамбле сегодня Да У нас есть предложение У нас На нашем балансе Ещё находится усадьба В Хальче Это Ветковский район Очень живописное место Усадьба находится На берегу реки Сож Место Приблизительно Похоже на наш дворец В парке Тоже такие же склоны Живописный уголок Когда-то усадьба Процветала Последний владелец её был Войнич Синожетский И после революции Она тоже Так перешла в упадок И в данный момент Мы ищем инвестора Для создания Такого Исторического Музейно-культурного центра С гостиницей С какими-то Видами отдыха Рыбалкой То, что В Гомеле Дворцу парковому Ансамбле Это нельзя позволить Вот на той территории Там уже можно Более расширенно Развернуться И корпоративный отдых Практиковать Ну и так далее Поэтому здесь мы ищем Инвестора По восстановлению Усадьбы И парка Вокруг этой усадьбы Спасибо, Александр Викторович У нас есть телефонный звонок Я прошу вас, пожалуйста, коротко И по сути Сформулируйте ваш вопрос Здравствуйте Меня зовут Ирина У меня не вопрос Предложение Я была в Чехии В городе Чехии Будуевице Мне очень понравился Театр на Пшироде Театр на природе Называется Театр на Пшироде Где разыгрывались Сцены какие-то Исторические Либо вообще Любой другой театр То есть актеры были И на лошадях И в общем Все происходило Такое действие Очень интересное Я бы хотела Тоже Нечто аналогичное Видеть в нашем парке Возможно Мое предложение Будет полезным Спасибо Спасибо Замечательная идея Прокомментируйте Пожалуйста Были ли у вас Подобные мысли У нас были и мысли Они есть И даже были проекты С реставрацией Допустим Ночь музеев У нас В 2013 году Была Тема Визит Николая II В Гомельское имение Тоже была реконструкция С лошадьми С персонажами С Николаем II Поэтому мы это практикуем Тоже восстановление Старого парка Место встречи Старого парка У нас были персонажи Из драмтеатра Артисты Именно Людей Которые одеты В одежду 60-50-х годов Потом мы Эту тему поддерживаем Просто это не постоянно Ежедневно это делать Очень тяжело Но Конкретные мероприятия Единичные Мы их делаем И будем продолжать Также У нас Есть экскурсия Которую проводит Князь-княгиня Эта услуга Тоже у нас действует Это можно отдельно заказать Князь-княгиня Вас встретит На входе в парк И проведет По своему имению И покажет дворец Спасибо Познакомьтесь Пожалуйста С культурной афишей На ближайшее время Что планируете? Ну вот Эти проекты Которые В Ночи музеев У нас сейчас Четыре выставки О которых я сказал Они будут действовать До лета этого года Потом В перспективе У нас еще Интересный Выставочный проект Это Музей истории моды Который будет Это Украинская Частная коллекция Которая приедет К нам в Гомель И впервые Будет показана Публике Также Итальянская выставка Дизайнеров Работ по керамике Тоже будет представлена В нашем дворце Еще из интересного Такого Это Бытовые предметы Из серебра Из собрания Несвежского дворца Тоже будет представлен В этом году Дворцов парковый ансамбль 18 мая Как мы уже Не один раз Сегодня говорили Будет отмечаться Международный день Музеев Что вы хотите пожелать Сегодня Вашим сотрудникам Коллегам Всем музейным работникам И всем ценителям Искусства В Гомельской области Хочу В первую очередь Конечно же Здоровья пожелать Человеческого счастья Чтобы на работе Себя чувствовали Нужными И получали удовольствие От своей работы Но Наверное Другого И не может быть В отношении Музейных работников Потому что это люди Которые Призваны к этому делу И Работают Не ради Денег Скажем так А конкретно Потому что им это нравится И они без этого Не могут жить И Они выполняют Очень важную функцию Это Хранение истории Которая Сейчас у нас Немножко Может изменяться Но работники Музея Они Доносят Историю Правильно Как на самом деле Все было До молодежи Поэтому Желаю Курс держать Верно И В этом деле Следовать Стабильно Спасибо большое Александр Викторович За сегодняшнюю беседу Спасибо вам Что пригласили Это был диалог С генеральным директором Гомельского дворцового паркового ансамбля Александром Гостевым Спасибо, что были с нами До свидания Субтитры подогнал «Симон»